МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии работает Любовь Курьянова. Чем запомнилась эта неделя русскому зарубежью, узнаем глазами корреспондентов русского мира в этом выпуске. Праздничный концерт ко Дню Семьи, Любви и Верности пройдет на нашем канале. Путешествие из Египта в Россию во время карантина. Любовь, рожденная войну. А сейчас более подробно об этих и других новостях. Этот информационный выпуск необычный. Мы решили собрать его полностью из работ участников четвертого телевизионного и радиоконкурса «Корреспондент русского мира». В адрес редакции уже поступили работы из России, Германии, Словакии, США, Чехии, Кипра, Казахстана и многих других стран. Сейчас предлагаем отправиться в город Ветров, Тюмень. Именно там проходит акция «Музей 140». Об этом репортаж Татьяны Воротиловой. Здесь можно оживить сказку о золотой рыбке. Корыто есть и большое, и маленькое. Такие были в 20-х годах в каждой крестьянской семье. Сибиряки побогаче могли позволить себе вещи заводские, даже в миниатюре. Например, набор игрушечной посуды из дерева и железа. Его принесла в музей Тюменка, которая 80 лет назад открывала дверцы этих шкафчиков. На самом деле очень поразила посуда. То есть это выставлена только часть, а там есть маленькие тарелочки железненькие, маленькие кастрюльки, вот сковородочка, чайничек. То есть этим все играли. Дарительница предпочла имя свое не афишировать, как и остальные земляки. Те, кто откликнулись на призыв музея расстаться с прошлым. Вещи, которые хранили в темном чулане или гараже, сейчас ждет звездный час. Принимают не только вещи, но и связанные с ними семейные легенды, готовы выслушать хранителей истории. Не исключено, что это может войти в историю большую и помочь по-новому взглянуть на прошлое, настоящее и будущее. Например, фарту гимназистки 19 века – большая редкость. Теперь он есть в музее Славцова. Сохранился, правда, только верх, но в отличном состоянии. С реликвией Тюменка рассталась, рассказав увлекательную историю. Это предмет принадлежал ее бабушке, которая училась в Симбирской гимназии, в женской Симбирской гимназии, в той же гимназии, где в это же время учился Владимир Ильич Ленин. И бабушка рассказывала, что даже она на каких-то совместных мероприятиях видела этого молодого человека. Большая ценность для музеев и бумажные документы. Эти рассказывают об истории образования. Они личные, оттого еще интересней. Документы здесь разные по годам. Есть, пожалуйста, документ 909 года, документы 1939 года. Платье 30-х годов, галоши того времени обязательно на каблуках. Чернильница, которая навсегда впитала в себя прошлое. Здесь представлены рубашки, в том числе мужская рубашка 30-х годов. Здесь пуговички сделаны из раковин, то есть это не пластик. Здесь уже сотни новых тем для экскурсий. Первая пройдет в конце года, а пока двери открыты для всех дарителей. Татьяна Воротилова, Андрей Захаров, Тюменское время. Онлайн-концерт ко дню семьи, любви и верности 8 июля смотрите на нашем телеканале. Звезды эстрады, заслуженные актеры, театр и кино объявят победителей фотоконкурса для многодетных семей. Для вас будут выступать певицы Алсу, Зара, Марина Девятова, телеведущая Юлия Барановская, актер Александр Олешко и многие другие. За кулисами онлайн-концерта побывала моя коллега Полина Прокопенко. Проект «Многодетная Россия» был создан совместно с региональной общественной организацией объединения многодетных семей города Москвы и фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. За все время его работы тысячи российских семей смогли улучшить свои жизненные условия, а в регионах появились меры социальной поддержки. В этом году в рамках творческого мероприятия многодетные семьи приняли участие в фотоконкурсе «От трех до бесконечности». Темы для фотографий всего три – веселые будни большой семьи, счастливая семья и на пути к бесконечности. Цель проекта – показать современную большую семью, творческую, одухотворенную и активную. Лучшие работы будут опубликованы в книге «Владимир Путин и многодетные семьи», выход которой планируется в честь финала конкурса. Победители и призеров объявят заслуженные артисты Российской Федерации во время онлайн-концерта, который состоится 8 июля, в День семьи, любви и верности, на нашем телеканале. Не пропустите! Одна из самых популярных номинаций нашего конкурса – лучший народный корреспондент. Репортаж Эдуарда Истомина из города Ульяновск посвящен тому, кто цену свою знал, но никогда не ставил себя выше других. Характером был скромен, да и вообще непрост. Таким запомнился художник Виктор Киселев. В этом году на малой родине живописца отметили 110-ю годовщину со дня рождения. В Маинском историко-краеведческом музее мечтают разбогатеть. Но речь не о деньгах, скорее о картинах Виктора Киселева. Его полотна разошлись по многим уголкам страны. В музее же в основном скан-версия, либо этюды. О том, что он видел прекрасное в тех вещах обыденных, которые мы не замечаем, проходим мимо. А он это видел. И только на картине Виктора Васильевича Киселева мы можем видеть эту башню знаменитую водонапорную, который являлся символом нашего рабочего поселка. Он пошел по стопам учителя Аркадия Пластова, став зеркалом деревенской жизни. А понюхав пороху на войне, написал не одну картину о защитниках Отечества. Среди них на побывке. А еще дипломная работа в Суриковском училище вернулся. На вечере памяти ее даже реконструировали. Он в воплощении скромности, говорят земляки о Викторе Васильевиче. Художник ничем не выделялся, за это его любили сельчане. Часто маэстро просил родных и близких позировать в мастерской. Труд нелегкий, а посему дочь Наталья иногда пряталась от отца. Когда он заболел, а я все так избегала, в институте училась, приезжаю, и все, мне это не хочется. Разговаривать я с ним очень любила, а позировать-то тяжело. А вот сейчас, господи, да я бы часами, наверное, ему позировала. Настолько он близок нашему сердцу, дорог вообще нам всем. Загадку простоты разгадывали не только на вечере памяти, но и на пленэре. Многие художники встретили киселевские зори за холстом. И даже комары, которые дали название родному селу живописца, не стали помехой. Я сам люблю деревенские мотивы писать, поэтому это чисто, это правда жизни. Нет никакого вранья в то, что есть природа, все вот эти естественные жители его, портреты прекрасные, с этим вот колоритные такие. Его похоронили на родной земле. Крест на могиле, по словам сельчан, вырезал сам Николай Аркадьевич Пластов. Деревенский погост, православная панихида. За усопшего близкого у земляков болит сердце, потому и молится. Эдуард Истомин, Алексей Прохоров, Ульяновск, Измайинского района. Особая номинация конкурса «Корреспондент русского мира» посвящена 75-летию Великой Отечественной войны. К нам на электронную почту приходят сюжеты о самых разных историях фронтовой жизни. Но материал Сани Кабжасаровой из республики Казахстан о любви, которая родилась в войну, не оставит никого равнодушным. Галина Остапенко – ветеран тыла. Удивительно, но родные, друзья, знакомые и даже в СМИ ее зовут этим именем. Хотя по паспорту – Мария. Ей было 14, когда началась война. Мать – инвалид, отец – на фронте. Будучи старше, ей пришлось работать и много. Трудовая деятельность началась на военном заводе. Выпускали автоматы. Голод, холод и был. Вот эти мучились. В магазин пойдешь, булку хлеба не возьмешь. Обязательно с булки хлеба отрезали людям. С Божьей помощью мы доживали. Бог терпел и нам велел, как говорится. Мы все это вытерпели потом. Жизнь пошла. Вот это знакомство с героем. Это же вообще было приятно. Приболел он, пришел в поликлинику. Я записала его. И вот с этого дня произошло у нас знакомство. Но если он решил жениться на мне, это же счастье. Она со слезами и улыбкой вспоминает первую встречу с будущим мужем, героем Советского Союза Андрея Мастапенко. Помнит первый танец, прогулки, история о войне. Он был автоматчиком стрелкового полка. Звание героя ему было присвоено за отвагу, мужество и находчивость, проявленные при форсировании реки Южный Буг. Он освобождал Румынию, Болгарию, Югославию, Австрию. Казахстан приехал осваивать Целину. Здесь же и остался. Мария Остапенко и сейчас, вспоминая супруга, зовет его не по имени, а героем. Говорит, для нее он был не героем Советского Союза, а героем ее жизни. В однокомнатной квартире она сегодня одна. Муж, не получивший ни одного ранения во время войны, погиб в автокатастрофе. Сына и дочери тоже не стало. Листает старые снимки, смотрит телевизор, газеты, сама готовит и читает молитвы. У меня молебень утром и вечером, я молюсь всегда. Благодарю Бога за все мои движения, чтобы мир был на земле. Пусть радость, мир, любовь, благословение пришлет. Каждый дневный Божий денек всем живущим на этой земле. Самое главное, чтобы здоровенькими были. Радость и мир со всеми родными, близкими, чтобы было благословение. Мария Остапенко модница. Она встретила нас в приталином жакете и ободочке на голове. Мы просмотрели десятки старых фотографий. И на каждой ее голову украшает, если не коса, то цветы. Вот и в 91 из лоскутка ткани она смастерила оригинальное украшение. А еще мечтает о паре летних ситцевых платьев. Говорит, что женщина должна быть всегда красивой, даже если ей немножко за 90. Пока границы многих стран закрыты из-за пандемии коронавируса и совершать поездки проблематично, юные сотрудники киножурнала «Мандарин» легко путешествуют из Египта в Россию и обратно. Как они это делают? Давайте посмотрим. Сальма, ты уверена, что мы все правильно делаем? Конечно, уверена. Навигатор налажен. Я проверяла. Сальма, а может не стоит так рисковать? Тащите, девочки, тащите. Времени мало. Дали-то далекие. Самолеты, видите ли, у них не летают. Видишь, с чего вы думали? Вот и приходится чудесами заниматься. Кокошники? Взяли! Сарафаны? Пошили! Полетели! Смотрите! Россия! Да, это самая большая страна в мире. Здесь раскинулись обширные лесные массивы, расположены горы и самые глубокие озера. Береговая линия обширные лесные лесные леса в мире. Береговая линия обмывается 12 морями. Смотрите, мы по Ашкирию прилетаем! А вот там, куда встанут, рядом, ваше... Россия – многонациональная страна. Здесь более 200 национальностей, все народы очень разные со своей культурой и обучением, но живут они все рядом и потому имеют много общего. Народ России говорит более чем на ста языках и диалектов. Посмотреть полностью сюжет из Египта можно на нашем ютуб канале и не забывайте голосовать за понравившийся материал. Тот, кто получит больше всего просмотров и лайков, будет награжден призом зрительских симпатий. Не упустите и вы возможность стать корреспондентом русского мира. Вокруг вас происходит множество событий, в том числе онлайн. Мы ждем вашей работы на 4-й международный телевизионный конкурс «Корреспондент русского мира». Все подробности на сайте www.ruskimir.ru Давайте делать новости вместе с нашим телеканалом. Берегите себя. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова